Привет! Меня зовут Инженер Ионов. Сегодня ты узнаешь, как работает ядерный реактор. В средние века уран использовался мастерами для придания стеклу яркого желтого оттенка. В 20 веке с его помощью ученые создали ядерное топливо и подарили миру источник экологически чистой энергии. В современном мире работает свыше 190 атомных электростанций, а самая первая была запущена в подмосковном городе Обнинск в 1954 году. Ключевым элементом любой атомной станции является ядерный реактор. Он служит своеобразным нагревателем, в недрах которого выделяется большое количество тепловой энергии, содержащейся в ядрах атомов. По международной классификации МАГАТЭ выделяют шесть основных типов реакторных установок, но самым распространенным стал реактор, использующий в качестве теплоносителя и замедлителя вещество, выносящее тепло из активной зоны реактора и позволяющее замедлять и контролировать цепную реакцию деления атомов – обычную воду. В мире он получил название PWR – Pressurized Water Reactor. Российский аналог названия – водо-водяной энергетический реактор – ВВР. Самая современная и инновационная модель реакторной установки поколения 3+, ВВР-1200, уже работает на Ленинградской АЭС-2, Нововоронежской АЭС-2, будет установлена в Беларуси и в других странах на строящихся блоках АЭС. Что же представляет собой водо-водяной реактор? Он состоит из верхнего блока, крышки, толстостенного стального цилиндрического корпуса и внутрикорпусных устройств. Для создания одного такого реактора требуется 3 года, сотни специалистов и более 800 производственных операций. Дольше всего будет изготавливаться корпус реактора. Стандартный диаметр конструкции достигает 4,5 метров, вес – 323 тонны, а высота – более 11 метров. В начале на металлургическом предприятии из пиролитной стали заливается слиток весом в 360 тонн. Потом из него с помощью ковки изготавливаются составные части реактора – обечайки, фланец и днище. После завершения этого производственного процесса все составные элементы попадают на один из двух отечественных заводов атомного машиностроения – «Атоммаш» в Ростовской области или Ижорский завод в Санкт-Петербурге. Там детали проходят мехобработку, антикоррозийную наплавку и свариваются на специальных сварочных аппаратах кольцевыми швами. Основное внимание при производстве реактора уделяется его надежности и безопасности. Поэтому многочисленные контрольные операции занимают почти половину времени, заложенного на его изготовление. Специалисты завода подвергают каждую изготовленную деталь трем основным видам контроля – измерительному, ультразвуковому и радиографическому или рентген-контролю. Корпус должен выдерживать давление в 16 мегапаскалей или 160 атмосфер. Для этого его дополнительно подвергают гидроиспытаниям. В корпусе создается максимальное внутреннее давление в 24,5 мегапаскалей. Это, с учетом физики материалов, можно сравнить с внешним давлением на глубине Марианской впадины. Таким образом проверяется прочность и плотность основного металла и сварных соединений. Финальный этап проверки всех производственных частей реактора – контрольная сборка. Корпус устанавливается в специальную шахту, имитирующую шахту реактора на станции. В него по принципу матрешки, то есть последовательно, устанавливаются все внутрикорпусные элементы. От многотонных конструкций, например, шахты, выгородки, блока защитных труб, до совсем мелких деталей. И все они должны состыковаться друг с другом с допуском в пределах десятых долей, а в некоторых случаях даже сотых долей миллиметра, что тоньше стандартного офисного листа А4. Примерное количество частей внутри корпуса реактора 300 единиц, поэтому сборка – крайне сложная операция и длится она до 30 суток. Когда все испытания и контрольная сборка успешно завершены, корпус реактора и внутрикорпусные устройства отправляются на АЭС, чтобы занять свое главное место в реакторной установке. Смотри следующий выпуск и узнаешь, как работает АЭС и какие еще элементы в нее входят.